Привет, друзья! Вы на канале Русская Дымка. Завершаем подготовку бочки. Внимательные зрители помнят, около месяца назад начал я вымачивать вот эту вот 5-литровую дубовую бочку и занимался этим исправно около месяца. Каждые два дня менял воду, сливал и вот сейчас, наверное, настал тот момент, когда подготовку бочки следует завершить и применить ее по назначению, то есть залить туда какой-нибудь хороший дистиллят. Ну что ж, беру, сливаю воду. Следующим этапом бочку будем ошпаривать. Буду я ее ошпаривать кипятком. Есть варианты подготовки, при которых используется обработка острым паром, но на мой вкус это очень сложный процесс, поэтому будем по-простому. У меня тут два с половиной литра кипятка, я заливаю его в бочку. Кипяток в бочке, теперь закрываю пробочку и начинаю бочку покачивать. В самые первые моменты будет вот такой вот выход пара, но потом воздух оставшийся в бочке прогреется, кипяток немножко остынет и болтать ее можно будет спокойно. Наша задача болтать кипяток в бочке на протяжении минут десяти. Сейчас все успокоится и буду я ее спокойно качать 10 минут. Ну вот по сути дела все она успокоилась, теперь ее можно болтать свободно. Через 10 минут продолжим. Ну что ж, 10 минут прошли, пробку долой и сливаем получившуюся субстанцию. А получилась она красивого цвета. Тем временем у меня снова готовится партия воды, еще столько же кипятка, я повторю процедуру второй раз. Еще раз пропарю 10 минут свежим кипятком в нашу бочку. Вот таким образом. Ну что ж, пропарю и вернусь. Пока вторая партия кипятка у меня в бочке, я готовлю воду для следующей операции. Следующей операцией у нас будет прополаскивание горячей водой с обычной пищевой содой. Пода должна быть температура примерно 70-80 градусов. Примерно столько же, сколько и для первого этапа я ее беру. То есть около 2,5 литров. Отправляю туда соды. Полторы столовые ложки. Примерно так. Ну вот и все. Задачей наша будет нейтрализовать излишнюю кислотность в бочке. Ну что ж, пока я отправляю соду в горячую воду. Пока сода расходится, сливаю вторую партию кипятка. Он тоже достаточно насыщенного цвета, приятного такого. Вот, а бочка стала уже горячей. Не только изнутри, но и снаружи. Творим теперь то же самое. На 10 минут заливаем наш раствор соды в бочку. Аккуратненько. И его там 10 минут блутыхаем. Обратите внимание, как в случае с кипятком, так и в случае с раствором соды. Не следует затягивать дольше 10 минут время нахождения горячей воды. Оп! Я не закрыл кран. Кран и это зло. Так вот, в обоих случаях не следует затягивать время нахождения горячей воды в бочке. 10 минут побултыхали и вылили. Устанавливаем пробочку и начинаем аккуратно блутыхать. Через 10 минут возвращаюсь. Аж жарко мне стало. Ну все, прошли 10 минут. Теперь сливаю содовый раствор. Ну вот еще и щепочки какие-то оставшиеся выкатились. Все, все химические и термические операции закончены. Теперь нужно из бочки выполоскать остатки соды. То есть я ее наполню раза 4-5 простой чистой холодной водой. Прополощу и солью. И после этого оставлю до завтра. Оставлю до завтра без пробки и повернутой кверх ногами. То есть отверстием для пробки вниз. До завтра она так простоит. А завтра будем ее вощить. Ну а пока заполняю водой и выполаскиваю соду. Прошли у меня сутки с тех пор как я бултыхал кипяток в этой бочке. И пришла пора последнего этапа ее подготовки. Я попробую ее провощить. Никогда это раньше не делал. Но попробую посмотрим что получится. Что у меня для этого есть. У меня есть воск. Настоящий пчелиный воск. У меня есть кисточка. Сама бочка. И вот такой вот строительный фен. Что я собираюсь делать. Сейчас я разогрею этот воск. Попробую или в водяной бане. Или в микроволновке. В общем посмотрю что у меня лучше пойдет. Расскажу об этом вам. После этого при помощи кисточки. Буду наносить на разогретую феном бочку. Причем вощить я ее буду не всю. Вощите я ее буду по торцам, по уторам, донцам. С одной стороны и с другой стороны. Посмотрим что выйдет. Не пробовал. Самому интересно. Попробую и вам покажу. Иду разогревать воск. Ну что я могу сказать. Ничего особо интересного из эксперимента с микроволновкой у меня не вышло. Микроволновка жужжала, но воск не плавился. Пришлось перебегнуть к водяной бане. И вот результат. У меня есть ванночка расплавленного воска. Теперь беру фен. Разогреваю торец бочки. И начинаю работать кисточкой. И так далее. Ванночка. Пришлось перебегнуть. Пришлось перебегнуть. Смотрите. Вот таким вот образом с одним торцом. Сейчас перевернем и попробуем провести то же самое и с другого торца. Вот так. Вот таким нехитрым образом. Ну вот, совсем немного времени занял сам процесс овощения. Воска осталось у меня еще достаточное количество. Как-нибудь я его применю по точно такому же назначению. Что теперь? Кран я установил. Будем принимать его как неизбежное зло. В бочке я считаю, что кран это больше декоративная вещь. Но уж коли есть, пусть будет. У меня нет подходящей пробки для того, чтобы его заменить. Может быть, когда-нибудь потом, со временем. Ну что ж, сейчас торжественный момент. Настала пора залить бочку ее первым дистиллятом. Крепость для заливки должна быть чуть выше питьевой. Допустимо, я считаю, до пятидесяти. Пяти, может до шестидесяти. Но ближе к шестидесяти я бы уже не стал подкрадываться. Вот в этом диапазоне. Естественно, дистиллят должен быть хороший. Сахарный дистиллят в бочку заливать. Но вот на мой вкус смысла особого нет. Поэтому здесь у меня есть кукурузный дистиллят. Поэтому здесь у меня есть кукурузный дистиллят. И сейчас я его отправлю по назначению. Поехали. Все, дистиллят залит как положено. Под самую завязочку осталось закрыть бочку. И оставить ее выдерживаться. Закроем от души. С Богом. Поехали. Месяца на три, может быть на пять. Посмотрим, как отработает наша бочка в первый раз. Ну, а на этом. На сегодня у меня все с подготовкой бочек. Вы на канале Русская Дымка. Цените натуральное.